Приветствую на своем канале. Сегодняшнее наше видео будет посвящено отмытому двигателю от мотокультиватора американского производства. То есть ушло мне где-то полтора баллона очистителя и карбюратора, чтобы добиться такой чистоты. Здесь маленькое заржавело, здесь какое-то потемнение. Мне как бы писали, что раньше масло сливалось отсюда. В моем случае есть сливная трубка. С правой стороны где стартер, карбюратор. ТКМС, ТКМС, не знаю, то есть надо, наверное, для надежности протянуть все соединения, то есть вот эти все винты, винты головки, потом вскрыть крышку клапанов, посмотреть в каком состоянии там находится клапанов. Здесь маленько не отмылся, такое какое-то потемнение непонятное. 5,5 лошадей, чугунные, крыльчатка, он же маховик. Я так понимаю, стоят магниты, я могу ошибаться, здесь какие-то балансиры какие-то, не знаю. То есть кожух еще не снимал, поскольку надо отворачивать вот эту планку газа, здесь на 5, наверное, или на 6, два винтика. То есть вот этот кожух надо тоже снять, помыть, почистить. Так, сейчас вот как бы положение выключено, находится ползунок. Карбюратор еще не смывал, не снимал, не очищал, ничего не прочищал. То есть видим, что там достаточно все сухо и чисто. Так, вот хотел показать, что, кстати, вот эта штука, когда вращается, она, мне кажется, опускается вниз. Хотя, могу ошибаться, но почему-то, мне кажется, что она опускается, то есть заслонка воздушная, обогащение. Здесь вот что-то, какая-то жижа, не знаю, бензин это или нет, непонятно. Потом разберемся. Так, то есть, когда ползунок находится в положении выключено, здесь вот достаточно свободный ход. То есть, кружинка, она как бы не в натяг. Не знаю, должна она быть так или нет, поскольку с мотоблоками и такими движками, 4-х тактами, пока еще дел никаких не имел. То есть, вот здесь вот циферки стоят. Раз, два, три, четыре, пять. То есть, или вот эта пружинка должна быть всегда в натяг. Под пружинен вот этот вот сектор. Ну, возможно, должен быть такой люфт. То есть, достаточно все свободно болтается, шевелится. Там он, видим, основная заслонка газа. Тоже она тут как-то мандражится. То есть, при включении полного газа, здесь уже все натянуто достаточно хорошо. То есть, чувствуется такое усилие. Весьма ощутимое. Но, когда движок заводили на морозе, вот эта вот херня, она делала вот такие вот возвратно-поступательные движения, из-за чего движок сам подгазовывал. Хотя тут натяжка такая. Ну, по ощущениям, грамм 300 минимум, наверное. То есть, мне как бы писали, что подгазовка идет на морозе. Возможно, из-за этого еще движок, как бы я не заводил. Но есть такой соблазн завести движок. Посмотреть на то, как он будет работать. Но хотелось, конечно, перед этим все вот эту вот трихомудию отвернуть, почистить. Ну, потом уже разбираться с самим карбюратором, чтобы потом уже никуда-сюда не лазить. То есть, здесь я снаружи помыл. Хотелось бы еще залезть вовнутрь, поскольку там какие-то масляные подтеки. Посмотреть состояние сальника. Таких явных следов масла тут нет. Но хотел у своих подписчиков и зрителей канала узнать, должен ли здесь быть вот такой свободный ход. Или же надо как-то вот эту пружинку ее маленько переставить, чтобы заслонка была вот в таком положении. То есть, более приоткрытая. Сейчас она практически закрыта. Мне кажется, надо убрать вот этот люфт, чтобы она была открыта на более больший угол, нежели сейчас. То есть, сейчас практически все там закрыто, основная заслонка. А если вот подтянуть, то она примерно на 30 градусов открыта. Хотя могу ошибаться. То есть, когда вот эта херня шевелилась, она закрывала заслонку, обороты падали, потом она открывалась, обороты опять вырастали. То есть, что-то с регулятором оборотов. Ну, мне как бы советовали вот этот вот сектор с тяга не снимать, поскольку будут потом явные проблемы. Так, поэтому пишите свои знания в комментариях. Почитаю, подумаю. Ну, на этом видео можно закончить. Двигатель отмыта, почищен. Потом уже сниму колофонную крышку. Посмотрим, что там внутри. Вот сюда вот я не подлез. Кончился очиститель карбюратора. Еще потом, когда сниму кожух, будет доступ уже. Промоем движок с этой стороны. Сами ребра. Вот так движок выглядит. С бензобаком. Бензобак тоже отмывал на днях. То есть, процесс медленно, но верно идет. Кстати, вот этот вот шланг сапуна как бы здесь сидит без хомута, без всего. Достаточно легко. Но поскольку он был сухой, то есть, на самом шланге потеков не было, то есть, масло сочится из-под самой крышки. На это есть два варианта, на мой взгляд. Это или херовые кольца, или херовые уплотнения. То есть, видим здесь вот, не смог я тоже подлезть. То есть, по всему контуру масло сочится. То есть, его выдавливает. Вот по какой причине выдавливает или не засасывает. сапун из сапуна, не высасывает, создавая вакуум. Ну, или просто надо было в свое время подтянуть вот эти вот винты с самой крышки. То есть, проблемы тут несущественные, но думаю, если там стоит какая-то прокладка, буду сажать ее на герметик. То есть, нанесу герметик кислотный, красный, высокотемпературный. Почему кислотный? Поскольку он, как бы, всегда я пользовался казанским, белым, который нейтральный. Ну, а кислотный, они с добавлением уксусной кислоты. Поэтому, если у вас герметик воняет уксусом, как он, антиабра, красного цвета, то он кислотный.